Наказание-то, а? Никогда не было, чтобы батюшка-то службу проспал. Ай-яй-яй. Отец... Отец Михаил... Отец Михаил, скоро службу начинать. Ой, батюшки, батюшки Светы, убили, убили. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Очень похоже на ограбление. А что можно взять у сельского священника? Разве что алюминиевый крестик? Ну да, поживиться особо нечем. Так, комната перевернута вверх дном. Думаешь, он оказывал сопротивление? Ну, на драку это не похоже. Смотри, кроме смертельной раны, на жертве нет никаких следов насилия. Убили ножом, одним ударом в спину попали прямо в сердце. Смерть наступила около 12 часов назад, и по всему видно, что преступник что-то искал. К тому же на жертве отсутствует крест священника. Так не может. Так снять след. Комод открыт? Я видела. А ты видела, что это взлом? Следы крови. И скорее всего, пользовались ножом, которым сперва ударили священника. Возможно, в столе находилось то, зачем приходил преступник. Ну, что, Анжелика, есть результаты? Да. А вот уже и священников убивают. Куда катится мир? Да мир катится, я не знаю. Но некоторым уготована дорога в ад. Ну, я сторонник акватической теории происхождения человека. Но иногда хочется верить в существование ада. А что это за теория? Акватическая? Это говорит о том, что предок человека не из дерева спустился, а вышел из воды. Гидропитек. Ну, оригинально, оригинально. Хорошо, так что там по результатам? Вот. Смерть наступила от ножевого удара в область сердца. Но других следов насилия я не обнаружила. Что, получается, священник не сопротивлялся? Похоже на то. Удар нанесли сзади. А если священник повернулся к преступнику спиной, значит, он ему доверял? Хорошо, хорошо. Что по орудию убийства? На теле священника и ящике стола были обнаружены микрочастицы ржавчины. Я думаю, что к вечеру закончу экспертизу, анализы сложные. В отчете у Германовой говорится о отпечатке обуви в комнате. Да, вот, смотрите. Отпечаток ботинка. Сорок третьего размера. Хорошо. Жду результата анализа ржавчины. Вот, служебная собака привела к этому месту. Дальше след обрывается. Так преступник, наверное, просто здесь машину оставлял, а все. А, странно другое, то, что собака остановилась не только здесь, но и метров за двести от этого места. Ну, там мы ничего не нашли. Вот смотри, видишь след от колеса? Узкий. Да. Я думаю, что это мотоцикл. Да, я тоже думаю, что это мотоцикл. Но четырехколесный, называется он «Жигуль». Я на таком учился ездить. Фотографируем, поехали отсюда. Так, что, есть информация по убитому священнику? Да. Отец Михаил в миру, Сергей Васильевич Лосев, 59-го года рождения, приходской священник в селе Заозерное. Так, были конфликты или разногласия с жителями села? Ну, говорится, что батюшка пользовался всеобщей любовью и уважением. Заозерное приехал десять лет назад. Вот так. Ну, а в остальном, стандартная биография обычного сельского священника? Да нет. Я обнаружил запись в 94-м году у Сергея Васильевича Лосева, осужденного три года по статье «Мошенничество». Я вот не понимаю, разве можно после тюрьмы идти в священники? По закону, отбывшие наказания уравниваются в правах с обычными гражданами. Ну, в семинарию даже бывших рок-музыкантов принимают. Да, хотел бы я послушать пение в церкви раскаивавшейся рокера. Так, давай по делу. Так. Ну, в 2002-м Сергей Лосев закончил университет философии, принял монашеский постриг, наречен Михаилом. В 2007-м, после окончания духовной семинарии, рукоположен в священнике. Ну, что, интересным человеком был этот отец Михаил. А вот еще что. Он при церкви организовал центр под названием «Путь домой». Ну, духовная поддержка, адаптация бывших осужденных. Бывших осужденных? А они жили при центре? Да. Было построено общежитие на 40 человек. Также своими силами сделали цех для производства мебели. Так. Отправь оперативникам все данные по этому делу. Пусть наведаются в этот центр адаптации. Миколай Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Отдел 44, агент Роберт Хабея. Есть новости? Вышли на убийцу. А почему вы решили, что случилось убийство? Так Пелагея Ивановна рассказала. Та, которая нашла отца Михаила, убита. Ясно. Мне посоветовали с вами поговорить и сказали, что вы здесь главный в этом обществе путь домой. Ну, так сложилось, что меня все слушают. Но зона осталась в прошлом, у нас здесь паханов нет. А у отца Михаила дома могли быть деньги или драгоценности? Мы год на станок собирали японский. Батюшка говорил, что вот-вот купят. Но где он деньги держал, я не знаю, может быть, и в доме. Скажите, а из общежития ночью с 12 до часу никто не отлучался? Вы намекаете, что это кто-то из наших убил Михаила? Да он для нас был как отец родной. Я ни на что не намекаю. Пытаюсь составить картину произошедшего, вот и все. Ага, понятно, конечно. Кто убил? Бывшие урки. А то, что мы ему по гроб жизни обязаны, это никого не волнует? Николай Юрьевич, я же вам сказал, пока что я никого не подозреваю. Не наши это сделали, не наши. Служебная собака привела нас на место за деревней. Там этого преступника ждала машина. Так кто-нибудь отлучался ночью или нет? Гришка Воробьев вечером уехал. Сказал, срочно с сестрой надо встретиться. Десять лет не общались. Но отвечаю, не Гриша это, не Гриша. Гришка Воробьев, я нужен его номер телефона. Нет у него номера. И телефона нет, как у большинства. Кому звонить-то? Знакомьтесь, Григорий Васильевич Воробьев, 65-го года рождения. Трижды судим за ограбление банка. Вооруженное ограбление? Грабили ночью, отключили систему сигнализации, взломали код центрального сейфа. Охрана пострадала? В банке работает только электронная система охраны. Кстати, попались на мелочи. Один из подельников Воробьева случайно оставил ДНК. Так ты говоришь, взломали цифровой код сейф? В деле написано, что, вероятно, преступники использовали машину автоматического подбора цифр. А я вижу, наш Воробьев, Медвежатник, экстракласса. Ну, а другие судимости? Тоже ограбление? Так, Воробьев Медвежатник. И, я так понимаю, до этого никогда не убивал. Ну, а такие очень редко меняют схему ограбления. А сколько он получил за последнее ограбление? Восемь лет строгого режима. Тюрьма меняет людей. Но, тем не менее, наш преступник взломал ящик и унес деньги. Кстати, я нашел адрес сестры Воробьева. Анна Васильевна Воробьева. В разводе воспитывает двоих детей. Игорь, надо сказать майорову, чтобы он нашел этого преступника и доставил к нам. Анна Васильевна, скажите, пожалуйста, когда ваш брат вчера приехал? Он приехал не вчера. Он приехал сегодня часа в три ночи. Извинялся и сказал, что у них автобус поломался. А что случилось? Нам необходимо задать несколько вопросов Григорию Васильевичу. Ты когда он вернется? Я не знаю. Он с кем-то говорил по домашнему телефону. Сказал срочное дело. Вот. Сама вот его ждал. Скажите, а когда он вам звонил? Мы с ним не общались 10 лет. Я ему в сердцах как-то сказала, что пока ты воруешь, к нам тебе дорога заказана. А позавчера он позвонил из этого центра. Как его, Господи? Домой при церкви. Да, да, да. Сказал, что завязал, что приедет на пару дней повидать меня, племянников, денег привезти. Каких денег? Да не нужны мне его деньги, понимаете? Я, может быть, тоже по нему скучаю. Потому что брат он мой. Между прочим, непутевый. Знаете, он полжизни по тюрьмам провел. Хорошо. А что еще сказал Григорий Васильевич? Он сказал, что полностью завязал, что будет жить и работать при этом центре. Что священник у них там какой-то очень особенный. Что к нему впервые в жизни по-человечески стали относиться. И вот сижу и жду его. Можно мы тоже подождем со Ставьевым компанию ненадолго? Анечка, сестренка, а вот и я. О, у нас гости. Ну, что ты сидишь, иди чай готови, угощай людей. Понятно. Ребята, вы что, я велосипед в магазине купил? Вот. Чек даже. Григорий Васильевич, вы догадываетесь, зачем вас сюда пригласили? Нет. Зачем? Надо было к сестре приезжать. Я ее десять лет не видел. Господи, когда вы меня в покое оставите. Да это вы нам покой не даете. Я? Да я от вас в деревню убежал. В городе для меня все равно работы нет. Даже дворником, ну, понятное дело, метлу украду. Ну, а чем в деревне плохо? В деревне как раз хорошо. Там люди правильные и живут. Ладно. Скажите, когда вы последний раз видели отца Михаила? В воскресенье. Ну, на утренней воскресной службе, а что? Можете объяснить происхождение вот этих денег? Они были у вас изъяты при задержании. Нашел. На улице нашел. Хотел сестре оставить. А в таком случае, Григорий Васильевич, мы вас вынуждены задержать до выяснения обстоятельств. Обстоятельств чего? Обстоятельств происхождения этих денег. Ну, выясняйте. Из квартиры сестры вы звонили фирму, которая называется «Сезам открылся». Судя по описанию, они занимаются замками. И что? Ну, как вы связаны с этой фирмой? Я никак не связан. Номером ошибся. Интересное название вашей фирмы. «Сезам открылся». Нравится? Это я придумал. Мы же замками занимаемся. Автомобильными, квартирными, компьютерными. Компьютерными тоже? Осваиваем новые технологии. Недавно вот в банке сейф открывали. Дорого из Швейцарии специалистов везти. Скажите, а в банке знали об этом? Естественно. Вон, все стены сертификатами, разрешениями увешаны. Когда 10 лет назад я освободился, то подумал, а почему бы не заниматься любимым делом легально? Сколько вы сидели? Шесть лет от МТАО. У меня на фирме половина сотрудников с интересным прошлым. Ну и что? За 10 лет ни единой жалобы от клиентов. А как финансово идут дела? Все путем. Все довольны. Решаем проблемы. Главное, спим дома на чистых простынях. Григорий Воробьев. Вы его знаете. И когда вы его видели последний раз? Гришаню. Вчера видел. Рад за него. По какому поводу? Гриша вчера заезжал. Сказал, что окончательно решил завязать. През чемодан со всеми своими отмычками, сверлами. С Соломоновой копья. А он что, это все собирался продавать? Ну да. Да я даже не торговался. Еще он принес прибор для автоматического подбора цифр в сейфах. Как говорится, перековать мечи на орала. Но при конфискации все пустили бы в утиль. Я так понимаю, мы пришли из-за этого. Сейчас принесу. Не торопитесь. Мы не ищем. Ведь в итоге дело восьмилетней давности. Воробьев решил покончить с воровской деятельностью. Ну а деньги он получил от продажи приспособлений для взлома сейфов. Тогда почему он нам об этом не сказал? Да потому что инструменты подлежали конфискации. А он успел их спрятать до того, как его арестовали восемь лет назад. А нас их привезли? Я хотел бы посмотреть на эту машину для автоматического подбора цифр. Нет. Все останется. Всезам открылся. Пусть послужит людям, так сказать, в мирных целях. Да. Слушайте, у Воробьева-то сорок первый размер ноги. Да. Ну, в принципе, у меня сразу возникли сомнения по поводу его причастности. Отрицательный результат тоже результат. Так, вот что. Воробьева отпускаем, а деньги ему обязательно вернем. Обязательно. Ну вот. Готовы результаты экспертизы ржавчины. Нож был изготовлен из низкоуглеродистой стали. Такую не используют в промышленном производстве. А что это значит? Это зоновская работа. Сделанная из подручных материалов. Иногда это суперсталь из автомобильных рессор. А иногда используют коровьи цепи, как в нашем случае. Стесняюсь спросить, а нож так просто можно сделать в тюрьме? Ну да, есть такие тюрьмы облегченного режима содержания. В народе называется химия. Вот там и встречается цеха по работе с металлом. Да, как ни крути, след ведет в бывшем заключенном. И снова вы. Здравствуйте. С Воробьевым разобрались. Все чисто. Я же говорил, не наши это, не наши. Да по другому я вопросу. Отца Михаила не замечали каких-то странных посетителей, подозрительных людей? К отцу Михаилу постоянно приезжали освободившиеся. А для вас они все и странные, и подозрительные. Николай Юрьевич, почему же вы такой колючий, как ежа? Да, я же пытаюсь найти убийцу отца Михаила. А за концом вы были духовно близки с этим человеком. Простите, я поначалу за мужиков своих обиделся. Нас же, чуть что не разобравшись, хватают нашего брата. Был бы человек, а статья найдется. И все же, может, вас что-то насторожило? К отцу Михаилу много народу приезжало, кто оставался. Было такое, что батюшка сам в город ездил с властями разбираться. Он как ангел-хранитель для нас был. Самый лизный я вам. А пару месяцев назад приезжали передачу о нем снимать. Мы ее потом по телеку смотрели. О какой глыбе все было. Ясно. Если что-то вспомните. Уберите меня, пожалуйста. Вы знаете, я в основном в цеху находился. Многих посетителей не видел. Но сейчас вспомнил. Отец Михаил ввел дневник. Может, там что найдете? Я тут проверил все исправительные учреждения, где делаются цепи. В основном это химии. Так. Нужно составить список всех освобожденных из этих колоний за последний год. Ну, в среднем за год на свободу выходит около двух тысяч заключенных. Да, и не факт, что нож был сделан именно там. Интересно за вами наблюдать. Сколько же вы будете этот список составлять? Я вот вчера всю ночь изучал дневник отца Михаила. Ты что, не спал? Кстати, очень интересно. Даже не заметил, как ночь прилетела. Вот послушайте. С божьей помощью нашли недостающие деньги на станок. Будем покупать в понедельник. Скорее всего, он деньги в столе держал. Да. У батюшки банковского счета-то не было. А есть еще одна запись. Месяцем раньше. Вот сейчас внимание. Приезжал Василий Б. Познакомились еще в Литинской колонии. Три месяца назад освободился из химии. Химия? А что еще? Жаловался, что не может найти работу, выданную из кассы 50УЕ. Предлагал ему остаться в центре. Обещал подумать. Вениамин, что у нас есть по освобожденным химикам за последние четыре месяца? Да-да. Уже смотрю. Так. Василий Александрович Бабич. Четыре месяца назад освобожден. Правда, два месяца назад арестован по подозрению в ограблении. Так, давай дальше. Бочкарев Василий Петрович освобожден тоже четыре месяца назад. К тому же в 95-м году отбывал наказание в Литинской колонии. Литинской? А адрес постоянного места жительства есть? Ну, может, у Толстного есть. Здесь указан адрес прописки. Квартира его отца. Кстати, на отца зарегистрировано автомобиль Жигули. Вот вы мой Василий П. Вы к Василию? Да. Да, мы к ним. Спит он, наверное. Напился вдрызг. Часто это с ним? Как из тюрьмы пришел, так не просыхает. А тем более, когда отца нет дома. А где отец? Отец в больнице. С таким сыночком-то неудивительно. Запах газа. Так, вы, наверное, спасибо вам за содействие. Да, я, внучки. Хорошо. Давай я открою. Не надо. Я сам. Спасибо. Ну, что, ты уже все закончила? Да, проходите. Могу сказать, что смерть наступила около шести часов назад. Так что, Майоров был бессилен помочь пострадавшему? Майоров пытался перевести его в чувство. Ну, да. Он делал все возможное до приезда скорой. Да. Но это не имело никакого смысла. На тот момент Майоров был мертв уже два часа. Вот. Газовая хроматография показала наличие компонентов бытового газа в органах погибшего в большой концентрации. А кроме присутствия компонентов газа в крови, ты еще что-то обнаружила? Обнаружила. Смертельную концентрацию алкоголя. Ну, судя по состоянию его печени, для него это норма. А как ты думаешь, он мог уснуть на кухне? Вполне. А вы считаете, это как-то связано с убийством священника? Ну, знаешь, на сегодняшний день это наш главный подозреваемый. Был. Да. Еще один печальный конец. По дороге в ад. Причина смерти Бочкарева предельная ясна. В состоянии сильного алкогольного отравления он решил еще заварить чефир. А, чефир? Чефир – это чай предельной концентрации. В общем, в процессе Бочкарев уснул, вода в кружке закипела и залила огонь газовой конфорки. Да. А в квартире у Бочкарева наши оперативники нашли деньги, иконы и крест убитого священника. А нож? Нож тоже нашли и завтра привезут тебя для экспертизы. Ну, визуально он очень похож на зоновскую работу. Ну что, дело закрыто? Нет, ребят, у Бочкарева 41 размер ноги. Господи, ну и что? Я говорю о том, что на месте преступления был обнаружен отпечаток 43-го. Я думаю, что у него были подельники. Я тоже так думаю. Здравствуйте. Я пополюл Василия Бочкарева. Я так и догадалась. Извините, конечно, за некорректный вопрос. Он часто пребывал в нетрезвом состоянии. Нехорошо о покойниках говорить плохо. Поэтому я промолчу. Значит, выпивал. О, выпивал. Не то слово, выпивал. В стельку пьяный каждый день домой возвращался. Да еще Дружков из-под гастронома приводил. А что отец Василия? Отец Василий гонял эту шатию братью. А последнее время он в больнице лежал. Вот Васька тут с дружками устроили. Лас-Вегас. Вот вы сказали, что он Дружков домой водил. А в день его смерти, может, вы заприметили что-то неладное, подозрительное? Да двое приходили к нему утром. Но я не разглядела. А может быть, вам запомнились какие-то характерные особенности? Там одежда, прическа? Точно. Одежда. Они в черном были и аккуратненькие такие. К Ваське ханыге обычно не бытые приходят. А эти аккуратненькие и говорили негромко. Помните, по телеканалу была программа с отцом Михаилом? Мы выяснили, программа называется «Скрепы». Включи, пожалуйста. Эти люди очень часто не могут адаптироваться к современной жизни. Многих из них здесь просто никто не ждет. Получается, самое безопасное и привычное для них место – это тюрьма. Наш центр «Путь домой» пытается разорвать этот порочный круг и помочь им. Мы проанализировали нашу оперативную съемку с места преступления и видео телепрограммы «Скрепы». Вот наша. Включи, пожалуйста. Останови. Видите, на стене ничего нет. А теперь посмотрим на телепрограмму. Да, в отчете о найденном квартире Бочкарева значатся три иконы. Да, совершенно верно. Но это другие иконы. Они были на домашнем иконостасе, а у Бочкарева не обнаружены. Это очень интересно. Вень, необходимо обработать видео из телепрограммы и добиться максимально качественного изображения пропавшей иконы, чтобы можно было потом провести экспертизу. Значит, вы говорите, первые обнаружили тело отца Михаила, да? Да. Не заметили? Не пропало каких-то вещей? Ой, да я как увидела убиенного отца Михаила, так, господи, господи. Помню, беспорядок в комнате был. Это, получается, вы следили за порядком в доме отца Михаила, да? Да где там следила? Отец Михаил все сам любил делать, он и убирал, готовил, стирал. А я так, помогала ему по мелочам. Да продукты покупала. Скажите, а у него были какие-то церковные ценности, редкие книги? Ну, что там. Отец Михаил жил очень скромно, как инок. Какие там ценности? И книг у него не помню, я библия обычная была. У него возле окна была икона. Вы обратили на нее внимание? Да. Архангел Михаил на ней был изображен. Отец Михаил часто на нее молился. Она ему силы передавала. А как эта икона появилась у него? А жила у нас одна одинокая старушка. Отец у нее был священник. А после революции его на каторгу сослали. Так Октябрьская революция? А какой еще? Так вот она после смерти завещала эту икону отцу Михаила. Обычная икона. Только краска на ней потускнела. У нас вон такие в каждом доме висит. Ну вот на кой черт я весь черновой материал программы хакнул у телеканала. Здесь материал от часов на десять. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. И снова наша телепрограмма «Скрепы» укрепляет ваши духовные крепы. Не крепы, а крепости. И снова наша телепрограмма «Скрепы» укрепляет ваши духовные скрепости. Не скрепости, а крепости. Ты чёрт, что-то не идёт сегодня, а сейчас? Да, ну, стоп. Вот этот момент отметим. Вот, пожалуйста, у нас фотография, только такого качества. Да, я так ещё экспертизу никогда не делал. Знаете, в восемьсот пятнадцатом году при Льве Пятом в Константинополе были зашиты в мешки и утоплены сотни монахов. А что, простите, послужило причиной? Иконоборчество. Возник спор о том, чему поклоняться, иконе или образу, который изображён на ней. А кто изображён на нашей? Ну, могу сказать однозначно, это Архангел Михаил. А вот относительно материала, ну, скорее, как бы исторической ценности иконы, я ничего сказать не могу. А в какое время была написана эта икона? Вчера. Десять лет назад. Сто. Тысяча. Её мне надо увидеть воочию, понимаете? Вблизи. Ну, а ваши фотографии крайне некачественные. Я хочу уточнить. Вы сказали, что, увидев вблизи, можно получить представление её ценности? Ну, старинную икону видно сразу, но для того, чтобы определить её ценность, нужно провести экспертизу. А сколько может стоить это? Ну, если это подлинник. Восьмой век. Византия. Миллион. Ну, а если подделка вчерашнего дня, то... Доллар. Да. Простите, это не Селеньков случайно на фотографии? Да, он сам. Ну, дочек, что вы из меня делаете, дурака? Владимир Николаевич Селеньков – это известнейший эксперт в этой области. Тем более, он эту икону видел вблизи. В отличие от меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Кобей, я вам сегодня утром звонил. Присаживайтесь. Благодарю. Так чем могу быть вам полезен? Вы ведь авторы ведущие телепрограммы «Скрепы», правильно? Это правда. Это программа... Это моё детище. Вот уже три года в эфире. Боже, как быстро летит время. Показываем различные аспекты духовной жизни нашей страны. Вы бы знали, сколько мне людей встречается на пути. Гиганты мысли, колоссы. Вот как раз об одном из них я бы хотел с вами поговорить. Отец Михаил, вы относительно недавно были у него в гостях. Делали передачу про него. Помните? Ну, как же. Помню. Это тот, который организовал центр для зэков. Совершенно верно. «Путь домой» называется его центр. Для людей, освободившихся из мест заключения. Помню. Могучий батюшка. Кстати, он тоже из бывших, знаете? Да. Его убили. Убили во время ограбления. Преступников нашли? Ищем. Мне вас посоветовали как знатокам церковных реликвий. Когда вы были в гостях у отца Михаила, ничего ценного не заметили? Например, старинные иконы? Ценного? Не припоминаю. Скромное жилище обычного сельского священника. А вот на иконы я как-то не посмотрел. Вернее, не обратил внимания. Угу. Ну, не мог Слюньков забыть, что внимательно рассматривал эту икону, независимо от ее исторической ценности и стоимости. Ну да, действительно настораживает. Он говорит, что вообще не смотрел на иконы. Ну, а знатоки и коллекционеры, они же в любом случае смотрят, изучают, хоть даже машинально. Это же их вторая натура. Ну да. Слушай, а может и Слюньков исследовал эту икону машинально, а потом забыл? Я сверил график поездах съемочной группы «Скрепа» за последний год с заявлениями об ограблении и воровстве в церквях. Ну… Ограбления происходили после съемок телепрограммы с интервалом 2-3 месяца. Слушайте, как и в нашем случае, ограбление произошло через 2 месяца. Ну да. Чтобы о съемках успели забыть. Полгода назад при ограблении был убит церковный сторож. Так. Нужно установить круглосуточное наблюдение за этим Слюньковым. Подъем. Кофе будешь? Угу. Да. Спасибо. Так. Внимание. Что, думаешь, наше? Зачем думать? Можно просто посмотреть. Зря я, что ли, весь по ней со стременкой облазил. Да, к нему. Давай просто вызовем группу поддержки и накроем всех вместе в одну квартиру. Так, погоди. Господи, как спать хочется. Всю ночь под этим дом просидел. Закроем дело, а то спишься? Закроем это, откроем другое. Тебе что-то не нравится? Может, тебе попроситься к Строгову в офис? Закроем. Проснулся. Подожди. Выходят. Надо брать. Так, Строгов сказал, не брать, просто наблюдать. Следуем за подозреваемыми. Слушаюсь, мой генерал. Лошадью ходи, лошадью. Ты что-то сказал или мне послышалось? Извините, шеф. Товар у вас. Все нормально. Но Стреньков спросил кое-что передать. Садись, сыграем. Станислав Павлович, я не умею. Играй как умеешь, а то торчит и тут внимание привлекаете. Так что там? Говорит, иконка сюрприз преподнесла. Это не 14-й, а 12-й век. Просить удвоить гонорар. Просит удвоим. Может, проще избавиться от него? Успеем еще. Войной гонорар по сравнению со стоимостью иконы – это копейки. А Стреньков нам еще пригодится. А ладья так не ходят. Слышь, братанчик, иди куда шел. Я просто хочу сказать, что ладья так не ходят. Братан, ты не понял. Давай, проваливай. Ну что, мальчики, шах и мат? Он дурак. Я рад, что хоть вы это понимаете. Учен Станислав Палыч. Он же Рапчинский, он же Клюев, он же Барабаш. Но всегда Станислав Палыч. Завидное постоянство. Я не понимаю, какое это имеет отношение к делу. А к какому делу? Вот именно, к какому? Я вышел на пенсию, сижу в парке, играю в шахматы. Играете в шахматы? Ну что ж, давайте-ка пригласим одну из фигур ваших комбинаций. Назовем ее Пешка. Да, это он, Кучин. Силой заставлял меня ездить по стране. Высматривать во всех церквях и храмах ценности. Молчи, макариса. Сам молчи. А я говорил, не надо этого делать. Людей верующих обворовывать, предметов культа их лишать. Спасибо. Пожалуйста. На вашей работе легко веру в людей потерять. А на вашей веру в Бога лишиться. Я верю в Бога. А вот насчет предметов поклонения, у меня свой взгляд. Я так понимаю, вы иконоборец? Допустим. А людей-то зачем убивать? Я к убийству не имею никакого отношения. Ну вот как. Ну что ж, давайте посмотрим признание еще одной фигуры. Назовем ее Слон. Когда мы пришли к священнику, он был уже мертв. Все из дома уже вынесли. А иконы Архангела Михаила там тоже уже не было? Мы только за ней и ехали. Я позвонил Станиславу Павловичу, он велел нам возвращаться. Так какой у вас размер упали? Сорок три, а что? Ничего. Как вы вышли на Бочкарева? На Ханыгу этого. Когда мы ночью подъезжали к Заозерному, встретили на проселочной дороге Жигули, я случайно номер запомнил. Ну, дальше. Станислав Павлович предположил, что это убийца священника. Пробил номер через гаишников и дал нам адрес. А с Бочкаревым вы познакомились с гастрономой? Водку покупали, да? Да. Он привел нас домой, после второго стакана вырубился. Мы быстро нашли в комнате икону эту. Станислав Павлович приказал открыть газ на кухне. А значит, это Кучин дал вам команду увидеть Бочкарева? Он сказал, что Бочкарева рано или поздно возьмут, тот нас видел. А после взрыва никаких следов. Вот так говорил Зарембо. А так говорил Заратустра. Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. Канат над пропастью. И вы, по-моему, Кучин, в эту самую пропасть и сорвались. Тайный дом. Музей какой-то. Рука болит все это описывать. Обалдеть. Зачем столько нужно? Я не понимаю. Может, они думают, что так ближе к Богу? Ага. Или дальше. Я слышал, что наши раскрыли организацию по вывозу церковного антиквариата за границу. Ужасно это все. Пойду еще возьму. Вот, Николай Юрьевич, мы раскрыли преступление. Нашли гада. Кто? Убийцей оказался Василий Бочкарев. Не знаю такого. Они вместе отбывали наказание с отцом Михаилом, тогда, когда еще отец Михаил был Сергеем Лосевым. Бочкарев жаловался отцу Михаилу о том, что не может найти место в жизни. Все мы не можем. Нам удалось выяснить, что когда отец Михаил доставал деньги для поддержания Бочкарева, тот заприметил у него огромную сумму денег для покупки станка. Ну и, скорее всего, он вернулся к отцу Михаилу и убил его, ударом ножа в спину. И ограбил его, забрал все деньги, а из жадности прихватил еще и все иконы и крест отца Михаила. Гореть ему в аду. Да, но это было только началом истории. Видите ли, готовилось еще одно ограбление отца Михаила. В комнате у него была старинная икона Архангела Михаила 12 века. Видел ее. Неприметная такая. Неприметная, но по оценочной стоимости она стоит около миллиона. Так вот, когда грабители пришли к отцу Михаилу, они нашли его уже убитым, а иконы там не оказалось. Они очень быстро вышли на Бочкарева, убили его и завладели иконой. Нам удалось выяснить, что действовал преступный синдикат. Одни под видом телепрограммы искали церковные ценности, другие их похищали, а третьи уже сбывали их за границу. Повязаны одной цепью. Коровьей? Ну это так вкратце. Спасибо вам всем. У меня такое чувство, что когда эти негодяи убили отца Михаила, там, на небе, родился ангел. Так, осторожнее неси. Тут ноги аккуратно пускай. Что делать теперь, а? Надо же что-то делать. Успокойся, ты достал уже. Черт, пульса нет. Она что, она что, померла, да? Да, померла, померла. Господи, что делать? Что делать теперь, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инфаркт? Ну, если быть точнее, это действие кокаина. Индуцированная ишемия сердца. Девушка давно увлекалась стимуляторами и сердечно-сосудистая система была поражена. Я так понимаю, что это довольно частая картина, не так? Это закономерно. Но тут случай особый. Это было обнаружено в сумочке жертва. В этом медальоне жертва хранила кокаин. Я так понимаю, что это у нас непростой кокаин. Именно. Обычно кокаин мешают смелым, ну, для того, чтобы побольше продать, или с другими наркотиками для эффекта. Этот кокаин был смешан с альфа-валил гипертензином. Гипертензин. Это какое-то средство от давления. А точнее, для. Это сильнодействующее лекарство, которое повышает давление, ускоряет сердечный ритм и дает сердцу, так сказать, пинка. Действует практически как кокаин. Совершенно верно. А кокаин, смешанный с такой дозой гипертензина, это гарантированный инфаркт. А если сердце уже поражено, то… Это гарантированное убийство. Хорошо замаскированное под несчастный случай. Красивая девушка. Слушайте, а лицо знакомое? Так работа у нее такая. Жертва Анна Полева, 90-го года рождения, работала манекенщицей в агентстве «Джей Моделс». Участвовала в показах и снималась в рекламе. В рекламе, да. Я думаю, откуда я ее знаю, конечно. Так, что у нас публиком есть? Ну, почти ничего. Есть медальон, в котором жертва хранила кокаин. Из отпечатков пальцев только пальчики жертвы. Зато есть видео, где двое мужчин выносят тело девушки из клуба. По предварительным данным, жертва была не замужем, жила одна. Так что в первую очередь надо выяснить, кто эти двое. Может быть, кокаин она получила из их рук? Одного я уже идентифицировал. Это Андрей Антонов. Он в клубе карточкой расплачивался. Бизнесмен средней руки, ничего особенного. Ну, что ж, прекрасно. Самое время с ним пообщаться. Может, и найдем что-то интересное. Все, заработаем. Что у него здесь? Офис у него здесь, офис. Почему тут топчемся? Можем зайти в офис погреться. Я разговаривал с секретаршей. Он приезжает к одиннадцати, так что смысла нет подыматься. Давай хоть кушаем. В принципе, можно. Вот и он. Приехал. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Отдел 44. Да, что? Что случилось? Вчера в клубе конфетти убила девушка. Анна Полева. Вы помогали выносить ее тело. Это же были вы? Да. То есть нет, там не так все было. Давайте вы пройдете с нами и все подробненько расскажете. Идет? Да, конечно, сейчас. Да он шутит. Я здесь не при чем. Это был не я. Я ни в чем не виноват. Отпустите меня. Я же говорю, я ни в чем не виноват абсолютно. Насколько хорошо вы знаете Анну? Кого? Девушку, которая умерла. Я вообще ее не знаю. Я же вам сказал, я в клуб попал случайно. Жена уехала к родителям, а я пошел в клуб развеяться. Вы туда пошли один? Один. Ее я там встретил. Мне показалось знакомое лицо. Она снималась в рекламе. Я сказал ей об этом. И купил ей коктейль. Ну а что потом? Потом еще один, еще два и еще один. Вы собирались ее споить? Нет, я просто купил, мы просто общались. Я же не сделал ничего незаконного. Потом она пошла в туалет, а я пошел за ней. В женский туалет? Нет, там общий. Ну а зачем вы туда пошли? Ну хотел предложить ей поехать ко мне домой. Она отказалась. Сказала, что хочет еще развеяться. И кокаин тоже вы ей дали? Кокаин? Нет, не я. Я даже никогда его не пробовал. Даже не знаю, где его покупать. Кокаин уже был у нее. Она предложила мне тоже не хнуть, но я отказался. Почему? Ну я боюсь. Она не хнула, ей стало очень плохо. Она стала тяжело дышать и кричать, помогите мне, плохо, помогите. Это было очень страшно. Я позвал охранника, он сказал, что нужно ее вынести из клуба, и мы вынесли. И зачем вы потом убежали? Ну я испугался. Вся эта история это какой-то кошмар. Но я ни в чем не виноват, я клянусь. Да, она часто здесь стусила. Я ее помню. Конечно помните. Она умерла вчера у вас на руках. Почему вы ее вынесли из клуба? По инструкции. Все, кто смерть обдолбался в клубе, выводим из клуба, а потом скорую вызываем. Угу. Вы видели, кто ей наркоту дал? Не видел. Я только на смену заступил. А потом какой-то типчик подбегает. Говорит, там девке плохо стало. Ну, я ее вынес из клуба. Хотел скорую вызвать. Она уже того. С кем она контактировала? Куда может быть причастен? К чему причастен? Что вы такое говорите? Ну сдохла наркоша от передоза. У них такое постоянно бывает. Меньше нюхать всякую дрянь надо. Ею какая-нибудь кое-что подсыпали. Это не просто несчастный случай. Это убийство в вашем клубе. Мы здесь точно ни при чем. Мы за наркоту гоняем. У нас в клубе с этим строго. У этой девки был свой дилер. В клуб мы его, конечно, не пускали, но вокруг клуба он постоянно нарезал. Как зовут, где живет? Лучше говорить, так меньше проблем у всех будет. Ну, нафига мне убивать эту овечку? Ну, это вы нам расскажете. Что рассказывать-то? У меня же это, блин, ну как это? Ну, обстоятельства невиновности. Что? Блин, ну… Алиби, что ли? Точно, алиби. Я же только сегодня из больнички выскочил. С почками у меня нехорошо. Так что получается, что я ну никак не мог задвинуть дозу ТФЦ. Ну, вчера не мог. А раньше мог. Ну, ты же сам сказал, у нее был кокс. А у меня только мед. Амфетамин. Ну, а что? Ну, как что? Ну, я могу там по-скромному. Могу фен, могу травку. Но кокс – это другая лига. Ну, хорошо. А у кого из той лиги она могла приобрести кокс? Вот уж не думаю, что Анечка могла приобрести. У нее бабок не было. А кокс – это не дешевый порошок. Может, подарил кто, может, угостил, нашла, может. Да фиг его знает. Вот нашел у него в аптечке немного марихуаны. Осторожно. На кухне по тумбочкам прошелся? Что там? Да, прошелся. Ничего, кроме нового, особо гигантского вида тараканов. Угу. У тебя что? Ну, кокаина у меня нет. Похоже, наш парень действительно специалист по амфетаминам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот результаты анализов образцов из квартиры дилера показывают, что нет там следов ни кокаина, ни альфа-валил, гипертензина. Он мог делать смесь и вне квартиры. Ну, это обычный мелкий уличный торговец. К тому же довольно беспечный. Трудно ожидать от него такой осторожности. Я посмотрел записи больницы и камеры. Комаров действительно там лежал и сегодня утром вышел. Я еще раз проверила отпечатки. Пальцев Комарова на медальюне нет. Так доверять ему нельзя. Хотя, конечно, шансов много, что он ни при чем. Ну, согласен. Вполне может быть. Я думаю, что нужно начать опрашивать соседей. Установить, кто к ней приходил. Круг контактов. Я могу начать анализ ее связей в социальных сетях. Ну, что, возможно, это путь. Но мне кажется, лучше всего сейчас отследить путь кокаина. Как он к ней попал? Ну, а где же нам его искать? Ну, там, где он бывает чаще всего. Простите? Она работала манекенщицей. А это очень специфическая сфера. Ну, да. Кокаин у них бывает частенько. Я уверяю вас, мы строго за этим следим. Ту же самую Полеву пару раз словили за употреблением и штрафовали. Ну, это не помогло, как видите. Вижу, для меня это был большой шок. И, кстати, для наших девушек тоже. А вы можете составить список тех, кто употребляет наркотики? К сожалению, это невозможно. Почему? Потому что всех за руку не поймаешь. Ну, это же не шалости. Позвольте. Пожалуйста. Не шалости для нас, а для них это развлечение. Поймать можно тех, кто плотно на это подсел. А как поймать тех, кто нюхнул в клубе разок с друзьями, с любовниками, со своими? Каждой же охранника не представишь? Слушай, всегда же можно сделать анализ. А вы знаете, у нас здесь не монастырь. Это взрослые девочки. Они должны сами о себе заботиться. Скажите, а кто вот эта девушка? Это Елена Кругулова. А простите, чем она вас заинтересовала? А это ее кулон. Вечная. Да, это ее кулон. Я помню, она пару раз надевала его на съемки. Да. Как я и предполагал, наше сердечко ведет нас по извилистому пути. Квартиру мы проверили. Елены дома нет. Да и телефон ее отключил несколько часов назад. Может, она пыталась бега? Может быть. А может и не быть. Есть еще один момент. В ее распечатке есть номер, на который она пыталась дозвониться десять раз. Но абонент трубку не взял. А это похоже на панику. Убила подругу, а теперь пытается скрыться. Ну а мотив? Не знаю. Может быть, эта подруга перешла ей дорогу. Сорвала, например, какой-нибудь контракт. Там же, по слухам, серпентарий в этих модельных агентствах. Так что, мы так и будем строить версии по слухам? Да нет. Для начала надо задержать эту Круглову, а потом уже строить предположение. Слушайте, ну если она в бега пустилась, бежит как-то странно. Что ты имеешь в виду? У нее в машине есть GPS, охрана от Угона. Ну вот, посмотрите. Последние пару часов она просто нарезает круги по городу. Так, вы приближаетесь к машине. Машина остановилась перед остановкой. Стоит там уже довольно долго. Там должен стоять старый зеленый Мерседес, да? Да. Все, я его вижу. Два мужских силуэты на переднем сиденье. А женщина там должна быть? Да. Есть только парни. Понятно. Надо называть группу захвата, да? Нет времени. В любой момент могут сорваться. Да и мы потом целый день бегать по городу будем. Руки за голову! Быстро! Быстро! Нормально. Уже детей начали ловить. Ну, Шумай, расскажи, что случилось с Еленой Круговой? А кто это? Хозяйка машины, которую вы угнали. Мы не угоняли машину. Мы просто покататься решили. Мы уже ехали обратно, когда вы нас поймали. Это называется угнали. Я говорю, мы не угоняли. Я выхожу утром, вижу, машина стоит. Ну, я посмотрел, ключи висят в замке. Ну, я попробовал дверь, она не заперта была. Ну, чего ты в дверь полез? Просто проверить. Я ничего такого не думал. А потом подумал, подумал и решил покататься. Да это не я, это Колян решил. Ну, мы ждали хозяина, он так и не пришел. Во сколько вы нашли машину? Часов двенадцать. А кататься во сколько начали? Часа в три. Мы подумали, что раз хозяин не приходит три часа, то раньше вечера не придет. Решили покататься и потом поставить обратно. По какому адресу была припаркована машина? На Белорусской улице, дом 9, возле третьего подъезда. Допросили обоих, действительно, двое мальчишек, решивших покататься на чужом автомобиле. Но зато у нас есть адрес, где Круглова оставила свою машину. Что, там живет кто-то из ее родственников? Нет. Там живет парень, которому она пыталась дозвониться до того, как телефон был отключен. Номер зарегистрирован на Дмитрия Петрова. Он живет в сороковой квартире. Возможно, это ее сообщник. И теперь они пересели в его машину и уехали. Да, но почему сообщник не отвечал на звонки? Не знаю, может быть, все было договорено заранее. Так, то, что Круглова забыла ключи в машине, это говорит о ее сильном эмоциональном состоянии. Ей было не до ключей. Это не плановое отступление. Да, больше похоже на то, что она приехала с кем-то разобраться. А может, даже с поставщиком плохого кокаина. Тогда она в опасности. Вот именно. Вот что, Игорь, подготовь разрешение. Нам нужно срочно осмотреть эту квартиру. Все, работаем. Тут чисто. И у меня чисто. Круглова здесь нет. Тут она была. Это, видимо, ее сумка. Забыли в спешке. Осторожней ходи. Почему? Вот смотри, тут пыльный след. Даже здесь раньше был ковер, потом в него что-то завернули и потащили в сторону выхода. У меня, скорее всего, так оно и было. Ну, и что у вас? У нас личные вещи Кругловой. И еще ковер, в котором она покинула это здание. Ого. Ну, у меня куча следов. Кокаина на кухонном столе и подоконнике. Все фасовочные пакеты, весы. Ну, все атрибуты. Да. Видимо, этот Петров наш парень. Только наш парень решил спрятать нашу девушку. Да уж. В квартире мы девушку не обнаружили. Есть версия, что Петров похитил ее. А что она это указывает? В квартире вещи Кругловой. Похититель торопился и забыл ее сумку. Так. А свидетели есть? Видимо, он завернул ее в ковер и так вынес на улицу. Есть свидетели, которые видели, как он загружал этот ковер в минивэн. Ну, а как выглядит машина, свидетели запомнили? Цвет, марка? Нет, марку не запомнили, но говорят, что минивэн был светло-зеленый. Так. При осмотре в квартире следы крови обнаружили? Нет. Ну, слава богу, это говорит о том, что девушка еще жива. Надо действовать быстро. Петров отключил свой телефон, мы не можем определить его местоположение. Ну, мы должны это сделать. Значит, количество жертвы и величества. Послушайте, я могу попробовать отследить светло-зеленый минивэн по камерам наблюдения в этом районе. Ну, давай действуй, только на максимальной скорости. Давай. Ух ты. Николай Алексеевич, можно вас на секунду? Ну, что, нам повезло. Ты что, нашел машину? Я нашел место, где можем ее найти. Он ехал по основным трассам. Его было легко вести по камерам, а повезло в том, что он свернул на тупиковую улицу, прямо под камерой на заправке. А что за улица такая тупиковая? Ну, ведет к заброшенным складам, там всего два или три ангара, их легко проверить. Хватит скулить, бушка из-за тебя тыщит. Я сосредоточиться не могу. Я тебе сказал, хватит скулить! Ничего не слышно из-за тебя. Заскнись! Лежать руки! Руки в ступенью! Встал! Быстро! Все хорошо. Тихо, 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 все хорошо, тихо, все хорошо, все хорошо. Разрежу, берем. Все, пожалуйста. Все. Вы торгуете кокаином? Нет. Ну, а как же? У вас в квартире мы нашли фасованной для продажи кокаин. Даю иногда друзьям немного. Понятно. Круглова давно знаете? Давно. Она у меня берет кокс время от времени. У нее есть папик богатенький, он башляет за кокс. Зачем вы пытались ее похитить? С какой целью? Да никого я не пытался похитить, так получилось. Потому что она дура конченная. Вы ее похитили, потому что она дура? Вы хотели ее убить? Я хотел, чтобы она заткнулась. Короче, все было так. Лена это постоянно у меня кокс берет. И позавчера тоже брала. Все было нормально. А сегодня как с дуба рухнуло. Прибежала ко мне домой, давая орать на меня. Говорит, что я хотел отравить ее и ее папика. Ну, прикиньте, какой бред, а? Ну, что дальше? Она начала орать, что от моего кокса какая-то девка умерла и что ее папик чуть не скопытился. Интересно. Потом начала полиции еще угрожать. Но я не выдержал. Ударил ее по лицу. Потом еще раз. Потом связал ее. Потом решил отвезти куда-нибудь. Ну, чтобы мозги вправить. Попугать. Ну, это у вас получилось. Напугали всех. Кстати, от вашего кокаина действительно умерла девушка. Да я его сам нюхаю. Я его большим людям продаю. Все живы, здоровы. Как она вообще могла умереть? Я не знаю. От передозы разве что. Нет, в ее дозу был подмешан гипертензин. Что подмешан? Гипертензин. Да я вообще не понимаю, о чем речь. Петро утверждает, что вы обвинили его в попытке убийства вас и вашего папика. Кто такой папик? Да он не папик мне. Он мой мужчина. И Валеру хотели убить. Хорошо, расскажите мне про Валеру. Ну, Валера мой мужчина. Мы с ним познакомились на презентации. Он так красиво за мной ухаживал. Чем он занимается? Он бизнесмен. У него сеть магазинов. Он очень богатый человек. Он не может жениться на мне, потому что он пока женат. Ясно. А отношения у вас тесны? Ну, конечно. Он же меня любит. И он помогает мне деньгами. У нас очень близкие отношения. Хорошо. И как же в этой идиллии появился кокаин? Валера пожилой человек. И секс не всегда удается. И я решила попробовать стимулировать его. И купила немного. Ему понравилось. Еще бы. Но он говорит, что ему даже в бизнесе помогает. Он лучше концентрируется на проблеме. Но я время от времени начала ему покупать. И вот пару дней назад я купила, принесла, у него случился инфаркт. И он сейчас лежит в больнице. И вы поняли, что это инфаркт из-за кокаина? Ну, я подумала, что это просто инфаркт. Я испугалась. Но потом, когда я знала, что Аня умерла от кокаина, я сразу все поняла. А как у Ани появился этот кокаин? Ну, нехорошо так об умерших говорить. Но Аня, Аня ворует. Она лазит по чужим вещам. Лазила. Ну, и я спрятала кокаин в шкафчике. А она, очевидно, его нашла. Он был по такому кулончике с сердечком. Кулончика? Мы нашли этот кулончик. Это он? Да, это он. Это он. Вот непонятно, зачем Петрову восстравить? Я не знаю, может, не меня. Может, может, его кто-то попросил убить Валеру. Так, вот, сейчас познакомьтесь. В квартире Петрова нашли кокаин, но нет никаких следов гипертензина. Надин и кокаин не содержат особо вредных примесей. А не особо вредные содержат? Конечно. Чистого кокаина ты на рынке не найдешь. Пока он проходит по всей цепочке, его смешивают несколько раз, и если туда добавляют только мел, считай, что тебе повезло. Так, секунду. Вы что, хотите сказать, что Петров может быть не причастен к убийству? Тогда у нас ничего нет. Ну, как нет? У нас сейчас есть мотив. Попытка убийства богатого бизнесмена. Да. Которого зовут Валерий Георгиевич Соболев. Владелец сети Мегадреф. Вот что, начните с него и его бизнеса. Нужно понять, что там у них происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Георгиевич, я следователь, который ведет ваше дело. Вы можете ответить на несколько вопросов? Мое дело? Ваш инфаркт был не случайностью. В кокаин, который вы принимали, было подмешано очень сильно действующее средство, из-за которого был вызван инфаркт. Вас хотели упить. вот как? Вы бы могли назвать людей, которые хотели бы вашей смерти. Я понимаю, если вы сотрудняетесь говорить, вы можете обозначить, а мы проверим этих людей. Не надо. Я знаю, кто это сделал. И кто это? Галуст Мазманян. Это мой прямой конкурент. Директор Фудпрофит. У нас с ним война. Насколько серьезная война? Он хочет выкинуть меня с рынка. Атакует очень агрессивно. А на кону большие деньги. Скажите, а как он мог вас отравить? С помощью моего заместителя Алексеева. Он с ним в сговоре. Алексеев его шпион. Передает ему бумаги, шныряет в моем кабинете, роется в личных вещах. Это он, Алексеев, подмешал мне эту дрянь. Николай Алексеевич. Это раскладка электронных ключей тех, кто заходил к Соболеву в кабинет на последнюю неделю. Оперативно. Там начальник охраны очень отзывчивый, и я им указал на изъяны на их сервере. Ух ты! А может, тебя в аренду разным фирмам сдавать? Могли бы заработать. Так, а кто такая Семенова? Секретарша. Значит, в кабинете был Соболев, уборщица, секретарша. А что значит ключ универсальный? А это ключ зама Соболева, Алексеева. Ключ, который открывает все помещения. Правда, у Алексеева его забрали. А что случилось? Начальник охраны сказал, что Алексеев с Соболевым поссорились. Соболев обвинял Алексеева в том, что тот заходил в его кабинет без спроса. Вот что, мне кажется, пора пообщаться с этим господином Алексеевым. Как там здоровье Валерия Георгиевича? Это вы меня спрашиваете? Я пытался ему дозвониться, но он мне берет руку. Конечно. У Валерия Георгиевича инфаркт, но необычный. Это попытка отравления. И он говорит, что вы могли в ней участвовать. Я? Как я мог его отравить? Смесью кокаина и гипертензина. Господи, зачем мне это? Ну, честно говоря, у нас есть кое-какие предположения. Давайте сначала выясним, были ли вы в его кабинете и в его отсутствии? Было что? У вас был электронный ключ, который позволяет вам попадать в любой кабинет. Зачем вам это? Вы же не директор. Понимаете, Валерий Георгиевич, скажем так, он отошел от дел. Он перестал уделять фирме внимания, он перестал вовремя приходить на работу, иногда вообще не появлялся. А фирма должна двигаться дальше. И я вел дела все за него. В его кабинете? Там просто был договор по партнерам. Он должен был его завизировать и забывал это сделать. А я вернул договор в работу. Все. Хорошо, потом вы поссорились. На почве чего? Да на почве плохого настроения Валерия Георгиевича. Он стал раздражительным. Вы знаете, я бы тоже был раздражительным, если бы кто-то копался в моих вещах. Да не брал я его вещи. Мне нужен был только документ. Все. Ну доказать-то вы это не можете? Поверьте мне, я все делаю на благо фирмы. Все. Николай Алексеевич. Зам Соболева. Алексеев нам врет. Он так плакался, что радеет на благо компании. А я сделал распечатку его звонков. Ну и что там интересного? Ну, за последнюю неделю он постоянно звонил конкурентам. Ну и что, может, просто звонил, говорил гадости и бросил трубку. Возможно. Но я взял трекинг его телефона по координатам. Несколько раз на той неделе он заходил в офис компании Фуд Профит. Ну, это уже выходит за рамки приличия. Такие плотные отношения с конкурентами, это не совсем хорошо. Вот, и я о том же он вполне мог работать по их наводке. Но вероятнее всего, просто шпион. Шпион это очень громкое слово. И прежде чем им бросаться, нужно выяснить, что там у них происходит на самом деле. Скажу честно, я очень удивлен вниманием следователей. У нас все очень по-белому. Мы осенью планируем выходить на АПИО. Стараемся соответствовать. Речь идет не совсем о вашей фирме. Я бы хотел поговорить о вашем конкуренте, о Соболеве и его сети Мегатрайв. Давайте поговорим. У него инфаркт. Да, что ты слышал об этом? Этот инфаркт не случайность. Его хотели убрать. И? Ваша фирма ведет торговую войну Соболева. Вам выгодна его смерть? Чушь собачья. Исключено. Никакой войны нет. Почему? Потому что он уже ее проиграл. На его сети висят огромные неподъемные кредиты. Он не сумел ни перекредитоваться, ни перезаключить договора с поставщиками. Выручка упала на третью. Его фирма рухнет через три месяца. Со страшным грохотом. Понятно. А вы могли это все ускорить? Зачем? Соболев уже не конкурент. Он стар. Он завел молодую любовницу. Говорят, даже сел на наркотики. Он уже не может управлять фирмой. И он это знает. Он пришел ко мне с предложением купить его фирму. Я отказал. Зачем покупать то, что потом достанется даром? Соболев обиделся. Это бизнес. Ничего лишнего. Мы знаем, что вы часто встречались с его замом. С Алексеевым. Он даже несколько раз сюда приходил. Сережа? Сережа приходил сюда поговорить о месте для него. Он отличный специалист и лучше всех знает, что впереди крах. Он пытается спасти фирму. Но это невозможно. Я сам предложил ему должность. Без всяких условий? Конечно. Специалистами не разбрасывается. Словак Мазмоняна есть правда. Судя по отчетности, фирма Соболева испытывает огромные трудности. А что насчет зама? Алексеев подтверждается? Да. Я посмотрел его почту. Он просто себе готовил запасной аэродром. Отсылал резюме в другие конторы. То есть царем этой горы он стать не мечтает? Ну хорошо. Тогда я предлагаю провести повторную проверку на предмет связи между Мазмоняном и Петровым. Не стоит трать время. Это нам ничего не даст. Почему? Просто Соболев нас дурит. В каком смысле? А в самом прямом. Он держит нас за идиотов. Он обиделся на одного из своих конкурентов и натравил нас на него. А также он обиделся на своего зама, который собирается уйти. И тоже ему отомстил. Хорошо. Давайте тогда по новой допросим Соболеву. Не надо. Соболев знает, кто его отравил, но нам не скажет. И кого нам теперь искать? Сердце. в центре этой истории сердце. В нем должны были храниться милые вещи. Фотография или локон любимой. А хранился яд. Так что сердце отравлено. Нет, ну я, конечно, все понимаю, но все-таки что нам искать? Второе сердце, отравленное ядом. простите, что вы собираетесь брать? Нам нужны образцы. Образцы чего? Продуктов? Образцы всего. Любых веществ, присутствующих на вашей кухне. А, давайте я хоть стол протру. Вот этого точно делать не надо. Мне как-то неудобно. Все в порядке, не волнуйтесь. Это связано как-то с инфарктом Валеры? Да, связано. Мы считаем, что это не случайный инфаркт, и его отравили. Знаете, я тоже считаю, что инфаркт это не просто так, и что его отравили. Да? И кто? А у него есть любовница. Да, мы знаем. Вот, вы знаете. А я об этом недавно узнала и навела справки. Это страшная женщина. Вы думаете, это она? Абсолютно уверена. Других вариантов нет. Зачем это? Зачем ей Валера? Из-за денег, конечно. Глеб, у меня тут остатки кокаина. Думаю, что остальные вещества мы здесь тоже обнаружим. Это не может быть. Проверим? по по какому праву вы меня арестовали? Вы не арестованы. Нам просто нужно вас допросить. Ну, а при чем тут я? Вы думаете, что моего мужа отравили? Идите к его любовнице. Это она довела его до инфаркта. Мария Владимировна, на вашей кухне мы обнаружили кокаин. На полу, на столешнице. Порошок был рассыпан. Его вытерли, но следы остались. Боже, как стыдно. Никогда не думала, что дойду до такого. Да, мой муж на старости лет увлекся наркотиками. Наверное, он это делал на кухне. Понимаете, вашего мужа отравили смесью кокаина и гипертензина. Средство, которое повышает давление. Да, у меня было такое средство. Я сердечница. Средство слишком сильное, чтобы его просто так принимать. Ну, ладно, дело не в этом. Суть в том, что на той же кухне мы обнаружили ступку, в которой и смешивали кокаин с гипертензином. Это ложь. Приборы не люди. и анализы Мария Владимировна не врут. Вот, пожалуйста. На вашей кухне действительно делали эту смесь, а потом рассыпали ее на пол. Послушайте, я не делал никаких смесей. Если кто-то их имечил, то это любовница моего муженька. Это выдра малолетняя. Вот ее и спрашивайте. Она не могла делать этого на вашей кухне. Причем здесь вообще эта смесь? Да, у моего мужа инфаркт, потому что он добегался по девкам. Причем тут я? Почему вы меня таскаете и рассказываете про смеси? При том, что от этих смесей убрала девушка. это сейчас будут, может быть, жестокие слова? Ну, значит, Бог есть. Она была наказана. Она попыталась через разврат, через эти чертовы наркотики влезть в чужую семью, разрушить эту семью, покрыть ее позором. Да, да, это наказание. А как по-другому? Погибла не любовница вашего мужа, а совершенно посторонняя девушка. Смесь, которую вы изготовили у себя на кухне, попала к ней совершенно случайно. я не гостела. Я хотела только проучить его. Господи, не представляете себе, как это больно столько лет прожить вместе и вдруг увидеть, как этот дурак бежит какой-то первой вертихвосткой. А тут еще эти наркотики. Старый осел. Вы не представляете, как это стыдно и больно. Я хотела только проучить его. Я хотела, чтобы он почувствовал, каково это, когда сердце рвется на части. Я не хотела. Сердце этой девушки тоже не выдержало. она умерла до приезда скорой. Боже мой, что же ты наделал, старый дурак? Да, Николай Алексеевич, вы оказались правы. У нас получилась история об отравленном сердце. Муж разбил сердце жене, а жена решила взорвать сердце мужу. Это же еще нужно было додуматься, смешать кокаин с препаратом, повышающим давление. Насколько я помню, она училась в медицинском. Но, кстати, по-моему, по профессии не работала, да? Нет, не работала. А ей не нужно было работать. У нее был любимый муж, который очень неплохо зарабатывал. Да, пока не пошел налево. Ну, я бы сказал, пока с ним не случился кризис позднего возраста. Соболев бросил свой бизнес на плечи помощников, а сам завел себе классическую любовницу. Модель. Да и любовник из него, как я понимаю, вышел-то не очень. Да, жеребец в этом возрасте из него не получился. И потому любовница подбадривала своего стареющего мачо кокаином. И он подсел. Я бы сказал, увлекся и стал увлекаться все больше и больше. Возможно, он не беспокоился о своем увлечении. Так или иначе, жена узнала и о любовнице, и о кокаине. Она нашла медальон с кокаином и смешала содержимое с гипертензином. Она хотела, чтобы муж или любовница попали в больницу, считая, что так будет справедливо. Вот только заряженный кокаин попал к Анне Полевой, а ее сердце не выдержало такого воспитания. Не повезло. Да и она тоже не святая. Но смерти она не заслуживает. Да все они тут по-своему несчастны. Вы знаете, они просто все хотели любви. как-то не сложилось. Ну ладно, это все лирика. Во всяком случае, свою работу мы сделали на отлично. Дело можно отправлять в архив. Так что, коллеги-следователи, всем хорошего вечера. Хорошего вечера. может быть, это все не дошло. Продолжение следует...